Жила-была странная дверь. Она очень быстро ржавела. Только смажут, а она тут же скрипит. Никто не знал почему. Мало кто в здравом уме мог предположить, что это происходит от того, что дверь думала, что она мама. Ей казалось, что люди, которые входили сквозь нее в кафе, были рождены ею, были ее детьми. Кафе при этом представлялось ей миром, за пределами которого ничего не было. Этот мир был уютным и светлым. Тут всегда играла милая музыка, под которую ее дети жили чудесной, безмятежной жизнью. Пили кофе, ели пирожные, улыбались и общались друг с другом. Детям здесь нравилось. Все было замечательно, но жизнь в раю была скоротечной. Ведь когда люди уходили из кафе, дверь думала, что они уходят из мира. Думала, что ее дети умирают. Она грустила с такой звенящей, неистащимой силой, с которой может грустить только мать, потерявшая ребенка. Вспоминала каждое свое дитя с равной глубиной и пронзительностью, боясь обделить хоть кого-то нежными воспоминаниями. Как многие убитые горе матери, она умела радоваться жизни, мужественно, вопреки всему. Но в какой-то момент любая струна рвется, даже сделанная из чистейшей стойкости. Дверь начинала громко, необъятно рыдать. Людям ее плач казался скрежетом. Приходил мастер, смазывал дверь. В этот момент она испытывала облегчение, почти счастье. Ей-то думалось, что это доктор, которого прислали дети, чтобы позаботиться о ней. А потом, потом все повторялось. Новый круговорот рождения и смерти. Дверь снова рыдала, а люди недоумевали. Неделю назад смазали, а она снова скрипит. Люди просто не знали, что это особая дверь. Дверь, которая думала, что она мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова